У нас эти слайды называются Dezzy Endotech, но я сразу же хочу обратить ваше внимание на том, что мы продвигаем Dezzy, то есть Dezzy это наша маркетинговая компания, Dezzy это наш проект, это краудфандинговая платформа, это то, на чем мы зарабатываем деньги, используя при этом алгоритмы Endotech, то есть мы начнем эту презентацию именно с Endotech. Я к тому, что Dezzy Endotech это не обязательно два какие-то отдельные существа, которые неразделимы, хотя здесь, как и многие другие, на одном экране мы видим и Dezzy Endotech. И я тогда начинаю непосредственно с компании Endotech. Мы с ней познакомились, наверное, за год до запуска Dezzy, то есть где-то три года назад мы тестировали крипто-стратегии на своих счетах, прежде чем мы запустили Dezzy, поэтому на момент запуска мы были более чем уверены в компании, более чем уверены в Ванне Бекер и более чем уверены в том, что стратегии рабочие, алгоритмы рабочие, они приносят реальную прибыль, потому что они приносили реальную прибыль на наших счетах. И к тому моменту уже была многолетняя история успеха у Endotech, к тому моменту была хорошая положительная динамика, которую мы до сих пор видим по большинству стратегий, но вот в Dezzy фонде, если смотреть на крипто-тренинг, у нас пока что еще небольшой минус остался, из которого Анна сейчас как раз выруливает, да, и огромное количество клиентов у Endotech, то есть это компания, финтек-компания из Израиля с огромной капитализацией, которую мы с вами хотим вывести на IPO, либо продать крупному инвестору, потому что это действительно лидер в сфере алго-тренинга. Это платформа, которая автоматизирует тренинг, автоматизирует тренинг процесса, то есть что может сделать Анна вместе с командой, может взять абсолютно любые тренинговые стратегии, будь это Forex, будь это фондовый рынок, будь это крипторынок, и автоматизировать их, то есть сделать так, чтобы искусственный интеллект основную задачу выполнял, и чтобы люди, человеческий ресурс, просто приглядывали за этой машиной, за этой автоматизацией. Итак, компания Endotech была запущена в 2012 году, и в чем уникальность компании? То, что она дает возможность огромному количеству клиентов, у нас сейчас 190, больше чем 190 тысяч учетных записей, да, видеть свои индивидуальные графики, видеть свои индивидуальные балансы, свои индивидуальные прибыли, иметь возможность вывести. Вот ничего подобного на рынке крипто-тренинга, как минимум, да, никто никогда не делал, в этом смысле Endotech бесспорно лидер. Помимо того, что есть реальные алгоритмы, реальный искусственный интеллект, в сфере которого Анна Беккер является экспертом, да, то есть мы про это еще будем говорить. Endotech также разработал бэк-офис, абсолютно уникальный, который является интеллектуальной собственностью, конечно же, нашей компании. И вот этот самый бэк-офис, несмотря на то, что он с точки зрения дизайна, может быть, не самый лучший, с точки зрения юзабилити, да, он тоже не самый прогрессивный, но вот именно с точки зрения того, чтобы показать все индивидуальные графики, да, в каком-то виде, да, чтобы человек мог иметь представление, какие пакеты он покупал и так далее, да, какую прибыль он выводил. Вот в этом смысле, да, офис является достаточно функциональным. Endotech является разработчиком, тестирует основанные на искусственном интеллекте торговые стратегии. Самая основная экспертность Endotech изначально заключается именно в крипто-тренинге, то есть где-то еще в 17-м году Endotech запустил свои первые алгоритмы крипторынка и прошел как бычий, так и медвежий рынок очень даже успешно. Вот, и на сегодняшний день на сайте Endotech вы можете зайти endotech.io и вы можете там увидеть огромное количество стратегий, часть из которых используются у нас в DASY фонде, да, а часть не используются. Сразу забегая вперед скажу, что есть рискованные стратегии, есть стратегии с плечом X10 и, конечно же, у нас в DASY фонде, да, вот подобные стратегии, они минимально используются, потому что, когда управляешь большим капиталом, да, то на тебе огромная ответственность и ты не можешь просто играть в русскую рулетку. Тем не менее, подобные стратегии тоже существуют и, в частности, VIP-клиенты имеют доступ к этой стратегии, да, я вот тоже имею доступ на своем счету и я вижу, как успешно эти стратегии работают. Здесь на скрине показан один из вариантов стратегии, это стратегия XRP-альфа, где видно, что за пять лет 10 тысяч долларов превратились в миллион 198, здесь сразу же оговорочка, да, это отнюдь не означает, что все стратегии так работают. Просто задача показать, что такие стратегии есть, они реально рабочие, они существуют, вот, в то же время есть стратегии, которые дали там какой-то небольшой минус и так далее. В итоге мы видим, что основная масса стратегий, они плюсуют, но вот в DASY фонде у нас есть, было несколько стратегий, которые где-то год с небольшим назад стали давать минус, стали минусовать и до сих пор Анна, она, скажем так, оптиматизирует свои стратегии и по словам, вот мы буквально недавно с ней общались, она выступала на нашем глобальном звонке, да, по ее словам, ей буквально еще чуть-чуть нужно времени и, по сути, алгоритм этот DASY 2.0, он будет полностью завершенный, мы должны увидеть плюс, естественно, дальше будет дальнейшая оптимизация этой программы, она будет через месяц, через полгода, через год, все время, когда вы работаете в сфере IT, когда у вас есть продукт, все время нужно его обновлять, то есть это неизбежно, это понятно. Значит, Endotec работает с ведущими биржами, то есть мы на сегодняшний день торгуем всем капиталом на криптотренинге на бирже Binance, но при этом Endotec является партнером других бирж, об этом можно посмотреть на сайте Binance, да, на блоге Binance, можно увидеть, что Endotec является ключевым партнером и также можно увидеть партнерство Endotec с другими биржами, в частности, с биржей Gemini, американской биржей и с другими биржами, но на сегодняшний день весь криптотренинг осуществляется именно на Binance, в то время как основное количество трейдеров, вообще, в принципе, тема трейдинга, она очень сейчас актуальна, почему, потому что она пришла в массу, и каждая домохозяйка норовит получить какую-то прибыль на форексе, на крипте или еще на чем-то, и когда у нас бывший рынок на крипте, каждый стучит кулаком в грудь и чувствует себя мегатрейдером, но в итоге рынок основную массу людей наказывает, вот в частности, я, например, совершенно никакой трейдер, я не люблю трейдинг, я сторонник того, чтобы доверить свой капитал экспертам, и я знаю, что большинство людей мыслят так же, как я, именно поэтому мы Desi и запустили, чтобы люди могли пользоваться автоматическим программами, доверить свои средства экспертам и сэкономить свое время, сэкономить свои нервы, потому что трейдинг это очень-очень непросто, это очень тяжело, нужно иметь железные нервы, если вручную кто-то пытается трейдить, и если кто-то пытается трейдить при помощи ботов или алгоритмов, то нужно иметь огромный запас знаний, умение автоматизировать процессы трейдинга, то есть это, конечно же, не для каждого. И искусственный интеллект это очень сложная система получения информации, она сама у себя обучается, она становится умнее и умнее, сейчас это тренд, вот после того, как появился чат GPT, по всему миру сейчас пошел тренд искусственный интеллект. Мы, в принципе, лидеры по алгоритмическому искусственному интеллекту в сфере финансов, но понятно, что искусственный интеллект, он пришел к нам с вами в жизни абсолютно во всех сферах, и мы все время пользуемся мобильными телефонами, там очень много искусственного интеллекта, там процедура KYC, когда распознает ваше лицо, это тоже искусственный интеллект и так далее, и тому подобное, то есть очень много где это используется. На самом деле, не бойтесь этого термина, искусственный интеллект, все говорят про искусственный интеллект, на самом деле, конечно же, искусственный интеллект он никогда от человека не победит, потому что у человека есть душа, помимо мозга, помимо интеллекта, а у искусственного интеллекта этого нет, то есть искусственный интеллект он хорош тогда, когда он в руках человека применяется как автоматизированная программа в той сфере, в которую ее человек направит. Преимущество перед трейдерами понятно в том, что здесь искусственный интеллект может работать с огромными массивами данных, он может сам у себя обучаться, он автоматизирует свои стратегии, в то время как, если вы торгуете ручками, то вы можете где-то психануть, вы можете где-то потерять самообладание, где-то можете заиграться и взять, допустим, большое плечо и просто слить весь капитал, если вы вручную это делаете. Обычно искусственный интеллект выигрывает, но при этом, если идет торговля за счет искусственного интеллекта, то, конечно же, нужно это все контролировать при помощи профессиональных трейдеров. И вот у Анны Беккер в компании Endotech есть команда трейдеров, которые, конечно же, наши алгоритмы мониторят, контролируют и в какие-то нештатные ситуации внедряются в эти алгоритмы для того, чтобы как-то работу их скорректировать. В долгосрочной перспективе практически все трейдеры-боты фиксируют крупные убытки. Это действительно так. То есть я сталкивался с огромным количеством трейдеров. Как правило, на протяжении полугода-года, даже может быть двух лет в ручном режиме трейдеры могут генерировать прибыль, но на длинной дистанции, как правило, они теряют. Опять-таки я говорю как правило, потому что бывают исключения из этой ситуации. У нас, в частности, на Форексе есть команда трейдеров, которая очень классные профиты генерирует. И Анна эти профиты, эти системы автоматизируют. Здесь мы видим то, что возможно на протяжении длительного отрезка времени действительно генерировать прибыль. На крипторынке мы видим, что Endotech в принципе генерирует прибыль в течение длительного времени. Причем здесь это искусственный интеллект. Но при этом последний год у нас определенная просадка. Она не криминальная. И я думаю, что в течение ближайших месяцев мы выйдем из минуса. И мы наконец-таки перейдем в хороший позитивный плюс. И у нас капитал будет на криптотренинге догонять наш капитал на Форексе. И в итоге это будут очень две хорошие корзины для инвесторов, когда мы перейдем на следующий, на следующий наш этап фонда. Здесь показано с кем работает Endotech. Вот о чем я говорил. Это Binance, Coinbase, Gemini, Kraken, Bitfinex. Со всеми с имеют Endotech контакты. Но при этом на сегодняшний день именно для Desi весь капитал он управляется на счете Binance. Ну там счеты, там субсчета. То есть это не один счет. Я не буду сейчас погружаться в какие-то нюансы, как это все работает. Если вы погуглите Endotech, вы найдете огромное количество статей. Мы их тоже периодически скидываем. Endotech их помещает у себя на телеграмме. Мы тоже помещаем. Очень много где берут интервью у Анны Беккера, у Дмитрия. Они пишут какие-то заметки, пишут какие-то свои, делятся своим мнением по поводу финансовых рынков, по поводу крипты и искусственного интеллекта. Это все тоже можно почитать. Вот эти два человека, которые являются по сути мажоритариями, крупными самыми акционерами, Анна и Дмитрий, с которыми мы вот два с половиной года назад подписали контракт и запустили Desi вместе с вами для того, чтобы финансировать эту израильскую компанию и развить эти новые технологии, и для того, чтобы мы вместе с вами, имея доли компании Endotech, в итоге монетизировали эти доли и заработали на IPO, на выходе компании на открытый рынок. Анна Беккер, опять-таки я не буду про нее очень много сейчас рассказывать. Это все открытая информация, она есть в интернете, но факт заключается в том, что она является экспертом в сфере искусственного интеллекта, именно экспертом, то есть она доктор наук в сфере искусственного интеллекта, она преподавала в университете Текнеон, была самым молодым преподавателем в возрасте 20 лет. Она также в возрасте 20 лет разработала алгоритм двухкратной аппроксимации, опять-таки не хочу загружать вас очень сложными терминами, но в определенных кругах ее называют и называли гением, и на самом деле на сегодняшний день Анна уже чуть-чуть постарше стала. Она уехала, по-моему, в 15-16 лет из Москвы, эмигрировала в Израиль и практически всю жизнь там живет. Вот на сегодняшний день Анна свою гениальность не утратила, и она вызывает неподдельный восторг и уважение со стороны нашего сообщества, потому что это действительно умнейшая женщина. Она выступала у нас в Дубае, она приготовила презентацию на глобальном звонке, недавно выступала, и действительно ее интеллект, он очень стильный, он заслуживает внимания и он заслуживает уважения, и то, что делает Анна, этого не делает никто. Поэтому мы спокойны, что именно Анна, она во главе компании Endotech ведет эти алгоритмические разработки. Ну вот этот слайд я даже, наверное, пропущу, я не буду здесь все это читать, но у нее есть история создания компании, продажи этой компании какое-то количество лет назад, компания называлась Strategy Runner, и, конечно же, тогда компания была продана всего лишь за 3 миллиона 70, около 4 миллионов долларов была сделка. Вот на сегодняшний день то, что мы имеем вместе с вами в руках, компания Endotech, она, конечно же, оценивается в сотни раз дороже, чем та компания Strategy Runner, которую Анна продавала на заре своей деятельности. То есть на сегодняшний день Endotech это практически юникорн, это практически единорог, и после того, как мы сможем и на крипторынке извлечь хорошую прибыль в течение следующих каких-то периодов, да, мы будем готовить эту компанию уже к IPO, к продаже. И также мы надеемся, что крипторынок, он перейдет в бычью фазу, и интерес к крипте, интерес к блокчейну, интерес к IPO компаний, связанных, работающих в этой сфере, он станет опять таким же большим, каким он был пару лет назад, да, когда вот мы стартовали. Дмитрий тоже уникальный человек, он вместе с Анной разработал кабинет, он вместе с Анной разработал сайт, свою админку, где очень все детально отражено, все показано, да, вот Дмитрий, мы в Израиле не раз летали, вместе с ним встречались, да, Дмитрий, меня лично он восторгает тем, что он является шахматным кроссмейстером, я сам с детства люблю очень шахматы, и у меня огромное уважение вызывают люди, которые умеют играть в шахматы вслепую, да, то есть это один из тех немногих людей, который может одновременно играть в несколько, с несколькими людьми в шахматы, при этом не смотря на физическую шахматную доску, да, то есть это говорит о его высоком уровне интеллекта, и в бизнесе, в эндотеке, также он занимается преимущественно операционной деятельностью, да, то есть он руководит практически всей операционной работой компании. В Израиле компания работает с 2012 года, конечно же, платит налоги, это, естественно, централизованная компания, не децентрализованная, да, вот здесь вот видно сертификат основания компании, и я сейчас перейду уже ко второй части презентации, это, собственно говоря, Дэйзи. Вот мы видим, что есть технология, мы видим, что есть алгоритмы, мы видим, кто во главе компании эндотек, и мы понимаем, что эндотек работает на рынке ритейла с большим количеством маленьких клиентов, маленьких инвесторов, и для того, чтобы все это состоялось, была создана структура, отдельная структура под названием Дэйзи, это автоматизированная система краудфандинга, это платформа по краудфандингу, и на сегодняшний день мы являемся самым крупным смарт-контрактом на блокчейне Tron после смарт-контракта USDT, вот мы там конкурируем сейчас еще с одним смарт-контрактом, да, то занимаем то второе, то третье место, но действительно у нас миллионы операций, огромное количество операций наши смарт-контракты показывают, и мы прошли тест времени, смарт-контракты прошли тест времени, абсолютно четко у нас идут все вычисления, начисления, и я сейчас коротко представлю, что же такое Дэйзи, да, как это все работает, не касаясь маркетинга, не касаясь реферальной модели, потому что это отдельная тема для отдельной беседы. Дэйзи – это не компания, это смарт-контракты, то есть это децентрализованная некая автономная организация, да, назовем ее DAO, у Дэйзи три фаундера, три основателя, это мои близкие друзья и партнеры Джереми Рома, Эдуард Хемчин, они живут в Штатах, я сам проживаю в Дубае с октября месяца. Вот мы втроем, по сути дела, что мы сделали, это мы запустили этот смарт-контракт по привлечению финансирования в компанию Endotech, вот это то, что мы сделали, да. Все остальное нас никак не отделяет от обычного партнера, от обычного лидера, то есть мы также строим сеть, мы также здесь зарабатываем деньги, также зарабатываем деньги, когда выводится прибыль нашими клиентами, все абсолютно то же самое, что у всех вас, мы играем по общим правилам. Вот единственное, что у нас есть договор, подписанный самим Endotech, он конфиденциальный, в рамках которого мы получаем определенный пакет акций Endotech, которые и в том числе мы передаем в сеть, потому что у нас долевой краудфандинг, и в каждом пакете, когда вы заходите в эту систему краудфандинга, у вас есть доля компании Endotech, почти что в каждом пакете, да, вот мы сейчас недавно сделали некоторые преобразования, самые маленькие пакеты сейчас этих долей не дают. Краудфандинг это очень современное такое трендовое слово, да, крауд это означает толпа, фандинг это, ну, привлечение капитала, то есть это когда толпа, это когда большое количество людей, эта толпа немножко по-русски звучит так, вульгарно, по-английски это звучит достаточно мягко и хорошо, когда большое количество людей скидывается на финансирование чего-либо, да, то есть получается, что большое количество людей делает так называемые, можно назвать это донатами через смарт-контракты на троне, часть денег идет в трендинг, на тестовые счета, чтобы разрабатывать алгоритмы, и часть денег идет на развитие этих самых алгоритмов. Вот здесь показаны пакеты, с которыми можно войти в бизнес, у нас сейчас нет пакета первого за 100 долларов, мы вместо этого предлагаем гибридный пакет, комбо-пакет за 200 долларов, где 100 долларов идет в крипту, в криптотрейдинг, и 100 долларов идет в форекс, для того, чтобы каждый участник, он нарабатывал какую-то свою личную статистику на обоих рынках, которые мы представляем. Дальше эти все пакеты существуют, 200, 400, 800, у нас промоушн работает с моментум пакетами до конца мая, здесь нету слайда на тему промоушна, но он действительно работает, и у вас направляется не 70%, как здесь указано, а при повторных покупках у вас направляется 90% в трейдинг, а не 70%, таким образом получается, что финансово это более выгодно становится для конечного клиента. Прибыль, которую клиенты Дэйзи, партнеры Дэйзи зарабатывают на сегодняшний день на рынке Форекс, преимущественно зарабатываются у нас деньги на Форексе, в крипте, как я говорил, на сегодняшний день у нас небольшая просадка, вот эту прибыль можно выводить каждые выходные, можно ставить заявку, оформлять заявку на вывод, и в понедельник выплачиваются деньги. У нас каждую неделю по несколько миллионов долларов люди выводят из системы, выводят из трейдинга, и эта сумма, она растет из недели в неделю, и если кто-то из ваших клиентов не выводит прибыль вообще в течение полугода, то тогда компания Эндотек облагает этого клиента, скажем так, налогом, взимает плату за успех по принципу любого фонда, по сути дела, потому что компания не может не зарабатывать на том, что клиенты зарабатывают, и очень многие клиенты не выводят прибыль, наращивают свой баланс, наращивают свои капиталы, и вот таких клиентов раз в полгода, у них именно заработанные прибыли, у них снимается 30% на оплату компании Эндотек, то есть там половина идет в компании Эндотек, и половина идет по реферальной программе, выплачивается по бонусу по юни-левелу. И вот в начале апреля у нас как раз ожидается, будет год, как запустился Форекс, ожидается огромное снятие огромных комиссий, вот это автоматическое снятие комиссий этих 30%, и те люди, кто у нас в Дези имеет большие сети, большие организации, в начале апреля, скорее всего, хорошо заработают, потому что будет большой пласт, скажем так, финансов обработан. Прибыль выводится в один клик, все очень просто, здесь показан кабинет, как это выглядит, вы нажимаете на кнопку «Запросить вывод», у нас кабинет переведен на русский язык в том числе, и вы получаете 70% на руки, клиент получает, 30% выплачивается комиссия, о которой я говорил, 15% это идет в Эндотек за то, что он заработал вам эти деньги, и 15% идет по реферальной программе, я сейчас не буду входить в детали, как это работает. Результат, опять-таки, я сказал, что этот слайд чуть-чуть устарел, на сегодняшний день прошло полтора месяца, с 20 января, сейчас у нас начало марта, и у нас больше, чем 700% заработанная прибыль, это если не учитывать вот это снимание налога, скажем так, 30% каждые полгода, если это учитывать, то тогда прибыль будет поменьше, но на сегодняшний день со сложным процентом за период, скажем так, около года, 11 месяцев, у нас действительно заработано 700%, это огромнейшая прибыль, реально огромнейшая прибыль, эти деньги реально выводятся из системы, вот мы их, естественно, видим на реальных торгах, вот мы все это мониторим постоянно, и это абсолютно феноменальный результат на любом финансовом рынке, хотя мы понимаем, что мы торгуем по модели high risk, high return, о чем постоянно говорит Анна, то есть это модель, при которой вы зарабатываете много, но при этом вы достаточно сильно рискуете, то есть это модель высокорискованного трейдинга, а со временем, когда у нас будет увеличиваться капитал, когда мы перейдем в фазу фонда, мы планируем, конечно же, наш риск менеджмент тоже изменить, чем больше средств под управлением, тем больше ответственности, я думаю, что у нас будут какие-то инструменты более умеренные, и даже консервативные в нашем портфеле, но на сегодняшний день мы торгуем именно high risk, high return, и на Форексе, и в крипте в том числе. В торгах у нас сейчас на Форексе здесь 262 миллиона указано, у нас больше, чем 300, если не ошибаюсь, 316, я вот перед презентацией готовился, смотрел, то есть достаточно большая сумма находится, это те средства, которые мы вместе с вами собрали за год, Единственное, что мы еще за полгода до запуска Форекса мы уже начали собирать эти средства, и у нас Форекс где-то на полгода задержался. Дэйзи – это гениальное решение, чтобы совместить уникальные разработки Endotech и огромное количество ритейл-клиентов, маленьких клиентов с помощью технологии блокчейна, смарт-контрактов. То есть написано, может быть, немножко умным языком, но на самом деле все очень просто. Про смарт-контракты я уже сказал, это компьютерные алгоритмы, это просто математическая программа, которая на том или другом блокчейне строится. У нас не один смарт-контракт, у нас их несколько. Невозможно всю логику Дэйзи, реферальные программы Дэйзи, запустить в один смарт-контракт. Мы попытались это сделать при запуске, это было в январе два года назад, и наш смарт-контракт тогда не выдержал огромного потока финансов и партнеров, и людей. Нам пришлось поменять архитектуру смарт-контракта. На сегодняшний день это несколько смарт-контрактов, которые взаимодействуют друг с другом, и абсолютно по прозрачной модели, это все на блокчейне можно отследить, распределяют входящие потоки. То есть часть средств сразу же мгновенно идет через смарт-контракты на кошельки TronLink в USDT в долларах тем людям, кто вас пригласил в бизнес. И в свое время мы были первым проектом, первой компанией, которая запустила реальный бизнес, реальный продукт на системе смарт-контрактов. Потому что до того, как мы это сделали, смарт-контрактами отличались только, скажем так, денежные разные, пирамидальные какие-то программы, где вообще никакого продукта не было. Мы взяли эту инновацию, потому что она на самом деле, по нашему мнению, очень крутая. И мы верим в том, что вообще вся индустрия MLM, она будет трансформироваться в сторону прозрачности, в сторону смарт-контрактов. Мы взяли смарт-контракты, взяли реальный продукт и вот эту гибридную модель смоделировали. Вся система DASY Endotec работает через смарт-контракты. Но нужно понимать, что сам трейдинг эндотека, он, конечно же, не работает через смарт-контракты. Он работает либо на брокерском счету на Форексе, либо на счетах на Бинансе. То есть это централизованная торговля. Она не децентрализованная. А вот все, что касается входящего потока реферальной программы, и также исходящего потока, когда выводится клиентами прибыль, часть денег, как я уже говорил, 15% идет по реферальной программе. Вот это все выплачивается через смарт-контракты. И это на самом деле потрясающе работает. Вам не нужно, как в обычной компании, делать заявку на вывод ваших реферальных вознаграждений. Автоматически все на ваш кошелек падает практически в момент, когда средства ваших партнеров, ваших клиентов заходят в систему. Смарт-контракты невозможно изменить. Мы решили боль всей индустрии, накопленной, наверное, за полвека. Это манипуляции различные, это терминации. Сколько из наших друзей среди нашего окружения людей, среди вашего окружения, сколько людей, которых терминировали, у которых брали целые ветки, целые структуры, целые организации и перемещали их к другим людям. Я думаю, что все, что я сейчас говорю, это вам очень знакомо, если вы давно в этой индустрии. У нас это невозможно. И даже если у нас в сети есть какие-то злодеи, которых мы не сильно любим, потому что они плохо отзываются о ДЭЗе, по какой-то причине, несмотря на то, что они зарабатывают деньги. Даже этих злодеев мы никак не можем терминировать, мы никак не можем сманипулировать системой, потому что смарт-контракты невозможно изменить. И вот это золотое правило, оно работает на самом деле. И единственное, когда можно изменить смарт-контракты, вот если мы перейдем на следующую фазу фонда, у нас будет небольшая модернизация нашей реферальной программы. Когда мы это будем делать, теоретически, мы там какие-то изменения можем сделать. Это будет даже не столько изменений, это будут новые смарт-контракты, которые мы запустим. Основная причем масса нашей логики, нашей математики останется такой же, какая она есть на сегодняшний день. А вот так вот прямо на ходу взять и переобуться, поменять какие-то кошельки, поменять логику, это в принципе физически невозможно. И поэтому мы все играем по общим правилам. А общие правила крипты таковы, что если у вас есть доступ к кошельку и у вас есть приватный ключ, то вот этот приватный ключ не нужно им светить в интернете, не нужно его фотографировать на ваш телефон, записывать его в блокнотик, блокнотик кладите в сейф. И если у вас есть ключ от вашего кошелька, то у вас есть доступ к вашему кошельку. Если у вас нет ключа, то у вас нет доступа. Вот это золотое правило, которое существует еще с момента появления биткоина и с момента вообще появления всей этой индустрии, блокчейна и крипты, оно также работает, естественно, на троне. Поэтому аккуратно относитесь к вашим личным кошелькам. Мы не имеем доступа к вашим кошелькам. У нас децентрализованная система. И это очень-очень важный момент, потому что периодически мы слышим, что еще у какого-то партнера взломали кошелек, выводят оттуда прибыль. Мы ничего здесь не можем, к сожалению, сделать, потому что мы не банк, потому что мы не биржа, у нас децентрализованная система смарт-контрактов. И все это работает на блокчейне трона. Мы когда запускались, трон, он был наиболее, наверное, наиболее актуален как платформа. Почему? Потому что бинанс смарт-чейна еще тогда не был, он только-только появлялся, а эфир, он был очень дорогой. Мы тогда остановились на троне, мы об этом не жалеем. На сегодняшний день у нас достаточно высокий уровень энергии, газа, который за каждую транзакцию люди платят на этом блокчейне трона. Возможно, в будущем мы сделаем миграцию на другой блокчейн. Все транзакции неизменны. Вот здесь видно, что историю всех транзакций можно посмотреть. Все полностью прозрачно. Мы вообще ничего не скрываем. Мы полностью оголены, мы полностью показываем все транзакции. И если вы зарабатываете какие-то деньги в Дезе, и люди знают, что это ваш именно кошелек, вы не сможете ничего этого скрыть. Это как открытая книга, она в интернете, весь этот журнал по учету транзакций. И в этом есть, может быть, даже какие-то и минусы. Кто-то видит минусы. На мой взгляд, здесь только плюсы. Потому что на сегодняшний день я считаю, что мы живем в век прозрачности, транспарентности. И именно та компания, именно те лидеры, которые за принцип прозрачности, которые открыто показывают, как они взаимодействуют, как они работают, как их продукт работает, именно за таким организацией, я считаю, будущее. Потому что времена манипуляций, времена каких-то тайн, скрывания сути, вот эти все времена, они заканчиваются. Сейчас у нас век интернета, век открытости, когда все можно проверить. И, конечно же, такие системы, это система будущего. Блокчейн, он обеспечивает достоверность всех операций, естественно. И в личном кабинете, вот здесь вот скрин личного кабинета, можно также отследить ваши торги на крипте, на форексе. Хотя торги ведутся не на блокчейне, но реферальные выплачиваются через блокчейн. И наша система кабинета, и наши сервера, и все наши огромные массивы данных, они успешно и безукоризненно сочетаются вместе с системой блокчейна Tron. Личные кошельки физических лиц. Вот здесь я уже про это, в принципе, сказал. Мы работаем с приложением TronLink. Это не наше приложение, это стороннее приложение. Это очень важно. И каждый из вас должен контролировать свои средства индивидуально. Мы за это не отвечаем. Еще раз я на этом останавливаюсь. Вот так выглядит приложение. Здесь видно, что на кошельке USDT, а мы именно в долларах зарабатываем, какая-то сумма есть. И TRX Tron тоже есть. Вот всегда на ваш кошелек подгружайте какое-то количество тронов, потому что приложение работает на блокчейне Tron. И наш смарт-контракт на блокчейне Tron. И вам нужны троны для того, чтобы оплачивать энергию для вывода каких-то комиссий, для вывода прибыли из трейдинга и так далее и тому подобное. Вот здесь на этом слайде, по сути, показана схема работы DESY. Огромное количество клиентов, их личные кошельки, которые они сами открывают на своих мобильных девайсах. Здесь у нас блокчейн TronScan, система управления и контроля. И дальше средства поступают в трейдинг на Forex, на крипту, на так называемые тестовые счета, потому что на сегодняшний день мы еще в финальной стадии разработок краудфандинга. И идет разработка искусственного интеллекта нового поколения. А также часть денег выплачивается через партнерскую сеть, через маркетинг, через эфиральную программу. Про фондовый рынок здесь сказано, что дальше будет и фондовый рынок. Пока что Анна нам про это не говорила, но изначально в дорожную карту мы это закладывали. Мы ожидаем, что подобный инструмент у нас в будущем тоже появится. И мы будем диверсифицироваться, выходить на разные финансовые рынки. Итак, DESI это не инвестиционный проект, это краудфандинг. Это действительно не инвестиции, но вот следующий наш шаг, следующая наша стадия развития, это уже инвестиции с официальной лицензией, с официальным фондом и даже не одним. И про это, скорее всего, я после презентации отвечу на ваши накопившиеся вопросы. И немножко проясню вообще ситуацию, где мы сейчас находимся, куда мы движемся. Цель компании разработать высокоэффективный искусственный интеллект, чтобы максимизировать прибыль и чтобы люди по всему земному шару, по всему миру могли зарабатывать прибыль при помощи этого искусственного интеллекта. IPO у нас на сегодняшний день, мы не имеем четкой даты предположительного IPO, потому что здесь ряд разных факторов работает. Во-первых, нужно, чтобы крипта, вообще рынок крипты, чтобы он стал, развернулся в сторону роста, чтобы биткоин подрос, чтобы появилось огромное внимание со стороны институциональных клиентов, со стороны крупных инвесторов. И ориентировочно это будет в следующем году, когда у биткоина будет халвинг весной следующего года, через год. И поэтому мы на слайде написали, что предположительно это середина 2024 года. Возможно, это будет конец 2024 года. Это таргет, это цель, это наша задача, когда это IPO состоится. В самом худшем случае, если IPO по какой-то причине не состоится, мы просто будем выплачивать дивиденды всем владельцам долей эндотека. Таков наш план, то есть часть прибыли будет просто распределяться на кошельки в форме USDT в виде дивидендов. Но на сегодняшний день мы пока не сдвигаемся от поставленной цели. Анна это буквально вчера подтвердила, абсолютно твердое намерение выводить компанию на IPO. И у нее для этого есть ресурсы. Есть сильный финансовый директор, который работал в Эрнстен Янге, был партнером в Израиле. И есть другие ресурсы. Поэтому мы, я надеюсь, что через год, через два мы увидим это IPO. И мы на нем все очень хорошо зарабатываем. Итак, присоединяйтесь к Dezzy. Я на этом, в принципе, закругляюсь. Вы начинаете с того, что создаете кошелек TronLink, и скачиваете приложение, пополняете кошелек. У нас есть инструкция в Телеграме, в русскоязычной нашей команде. Очень простые, пошаговые. Шаг номер один, шаг номер два. Регистрируйтесь в Dezzy по реферальной ссылке вашего пригласителя. Покупайте нужное количество пакетов и пользуйтесь теми проможенами, которые на сегодняшний день до конца мая у нас работают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова